Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И он был избит от DimaTorzok И он дает нам урок что если что мы не должны говорить о я совершаю так много баджина я делаю так много всего но господь так обращается со мной я должен вернуться домой нет итак первое качество это терпение я не был какой-то про какую говорить про какую-то личность говорит что он никогда не гневался и тогда люди потому что нужно его разгневать в общем он совершал баджи на ганге его подошли выбросили мусор на голову в общем бросили ему бросили ему мусор на голову он пошел по массе в ганге вернулся и вот так вот сто раз они делали и спустя сто раз они пришли стали извиняться перед ним они сказали что мы хотели тебя разгневать но так ничего не случилось ты очень святой он говорит что вы мои друзья почему потому что благодаря если бы не вы я бы один раз в ганге помылся но из-за вас я сто раз в ганге помылся поэтому вы мои очень хорошие друзья и сила пропад он дал одно наставление что-то ланчана значит даже если к вам придет миллион в общем тысячи каких-то оскорблений вы все равно должны оставаться и продолжать совершать баджи на это одно из наставлений и особенно это наставление для предных которые живут в храме особенно те кто живут в храме они должны быть терпеливыми должны терпеть если вы можете принять наказание вайшнавы если вы можете есть а просто дал тогда но сейчас что происходит предный принимает просад одного дала недостаточно они добавляют больше воды чтобы он был сочный и больше больше соли в общем если вы эти две вещи можете принять да обычный дал и наказание вайшнавы значит вы сможете жить в храме второе качество это короника то есть вайшнавы они очень милостивые сердце преданных очень и очень нежное как масло сердце овощна как масло но не очень хороший пример почему потому что когда масло растает когда она находится рядом с солнцем она тает но вайшнавы еще более милостив почему потому что вайшнавы они сами не чувствуют больно когда они видят боль других их сердце тает подобно тому как джага и мадхай не важно что ты разбил мою голову я все равно дам тебе любовь пожалуйста ты просто подними руки и воспевай хари кришна так вот это саду он принимал омовение это саду он пошел брал воды из ганги она не выливалась опять опять в общем он какую-то тарелку брал с дыркой эта вода постоянно выливалась и к нему подошли говорили ну возьми это другую посудину чтобы вода не выливалась он говорит зачем я буду менять зачем вайшнавы они очень милостивые что вайшнавы о чем просит була кришна бажу кришна кора кришна шикша он дает наставление вы все совершайте бакте кришне вы должны вы должны идти и собирать бакте кришне вы должны идти как новый по домам тогда вы сможете понять что вам буду говорить о ты здоровый мужик или женщина ты должен идти работать иди работой поэтому он он говорит что гуру дэв говорил вы все все должны идти собирать бикшу это будет это будет для нас испытанием на смирение на терпение если вы будете ходить то люди будут оскорблять вас вы будете терпеть это и в чем заключается обязанность брамачаре вы должны каждый день ходить с протянутой рукой вот попрошайничать вы должны проповедовать собирать столько дикши сколько будет достаточно для то есть все должно быть передано гуру дэву и вот однажды города мне сказал расананда иди и бикшу собирай и махараш сказал я не знаю как я буду собирать бикшу все что ты получишь иди все что ты получишь все это принеси если полу пойдешь какой-то новый дом а кто-то тебе перед перед носом дверь закроет кто-то что-то даст поэтому иди и я пришел и принес один килограмм муки один килограмм муки и города был очень почувствовал был очень как бы с энтузиазмом и так второе качество саду он очень милостивый короника и даже если он будет слушать оскорбление он все равно будет идти по домам чтобы дать благо грехастам и дать наставление об акте он это не то что мы приходим берем бикшу потом пять приходим если они что-то дают дают пикшу это должно быть использовано для служения так урджи тогда это будет благо для них это их сукрите она будет увеличиваться их бактин мука сукрите будет увеличиваться когда вот мы идем от одной двери к другой двери это для нас шанс возможность рассказывать харикат ху можно разговаривать как ты совершаешь служение господу повторяешь ли ты меня господа когда я был матхури я тоже хотел собирал пожертвования я старался я старался в каждом доме говорить какую-то харикат ху я старался говорить харикат ху и вот я приводил преданных куру дэву я говорил принимайте харинамы дикшу совершайте служение господу ну я старался и так второе качество это короника 3 они воспринимают каждую дживу как то есть они не видят разницы между дживами то есть вот это все это джива не принадлежат господу они воспринимают всех всех джив как часть семьи и четвертое качество у них они никого не ни о ком не думают как о бра бра как о врагах то есть нет врагу так и дико как мы слушали какие-то мухарадж он обращался к дурят они как сует хана душа сыну как саша сына и мы видим махавкарати дритараштра и дурят хана они создали много проблем дурят хан шакхуни духшасан карна они все планировали как можно создать проблему пандовым они танцевали пили алкоголь танцевали музыку играли арджуна он нам он как бы родился по милости индры и они танцевали они шутили пандовов и индра отправил гандарвов эти гандарвы они схватили дурят хану и кто-то пожаловался ютистер мухараджо гандарвы пришли они схватили твоего брата дурят хану 50 мухараджо он отправил биму и арджон и сказал иди защитите ему защищать вот этим обманом они украли наше царство они хотели оскорбить раупаде теперь ты говоришь идти и защитить дурят хана и тогда ютистер мухар сказал это неважно наш брат и это война на между нами мы одна семья но если кто-то приходит со стороны мы пять братьев это наши братья если кто-то со стороны приходит к нам мы сто пять братьев но то что происходит между нами как бы это наше семейное дело что станет гандаре если дурят хан умрет тогда арджуна и пхима они оба отправились и победили этого этих гандаров и бима он был дурят хана был спасен таково было настроение тхиштыра махараджо и аджата шатрава так называется это качество значит что аджата шатрава то есть у них нет врагов они воспринимают всех как своих друзей тогда следующее шанта значит они он должен быть спокоен он не должен сражаться бороться за каких-то мелких моментов если ты разгневаешься за каких-то маленьких вещей тогда ты не сможешь совершать баджан когда все в сердце спокойствие ты можешь совершать баджан иначе ты не сможешь совершать бактин все эти коллеги качество о котором мы говорили это все второстепенные качества это все татастха лакшина и есть главное качество сварупа лакшина главное качество магия на небавына то есть это главное качество которое мы сейчас говорим она небавына то есть то есть тот кто совершает однонаправленное бакте шлапрапад говорит тот кто поклоняется пяти полу богам он не может стать счастливым то есть должно быть однонаправленное бакте когда кришна он говорит в бхагавадгите он говорит конфиденциальное знание после в самое конфиденциальное и самое самое конфиденциальное знание о арджуна ты очень дорогой друг для меня поэтому я открываю тебе самые самые конфиденциальные вещи ман мана бавама не отдавай свой ум никому отдай свой ум только мне дай свой ум только мне никому еще ман мана бава когда пришел удава во врач он спросил сказал гопи почему вы платите кришна он господь кришна он сердце каждого он находится повсюду без его желания вообще ничего не происходит он везде проявлен вы подумайте о нём он проявится чё край чё плачете-то и гопи что сказали о удава у нас есть его один ум этот ум он ушел с кришной когда кришна ушел из вириндавана во врач на шум тоже поехал с ними как мы можем медитировать медитация она происходит в уме но наш ум он уже уехал как мы можем медитировать что мирабай говорила мира говорит только геридаре геридаре гопал принадлежит только мне и так у нас должно быть одна направленная бакте если нет она направленного бакте тогда мы не можем удовлетворить господа и там и было сражение между муслинами и хинду и хинду сказали наш господь самый возвышенный мусульмане говорят нет наш господь самый 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 возвышенный и они сказали мы мы позовем господа и в общем и будет сражение кто из нас умрет мы можем понять чей господь более возвышенный и мусульмане сказали о аллах пожалуйста приди спаси меня но у хинды у них не было донаправленного однонаправленного пакте короче но у хинды у них не было донаправленного бакте и короче они собрались на дерево и были готовы упают падать в реку и они стали кричать богане аж пожалуйста спаси нас и и конечно начал бежать чтобы спасти они стали кричать попар вать и да вы по по-человству спаси нас и после этого они стали кричать и шива пожалуйста приди и И Парвати остановилась, Шива стала бежать. И, короче, в конце они так упали, и все. К ним никто не пришел. Итак, Бхакти должно быть однонаправленным. И нам нужно совершать однонаправленное Бхактика Хануман. Что он делал? Он поклоняется только Господу Рамачандре. Когда Рамачандра Кабдистанин Махапрабу сказал Мурари Гупте. О, ты должен совершать Бхактика Хри Кришне. Но Мурари Гупте это Хануман. Как он может поклоняться Хри Кришне? Он сказал, как я могу забрать свой ум от Господа Рамачандры? Я не могу забрать свой ум от стоп моего Рамачандры. Это лучше отрезать мою голову, потому что я не могу следовать на своем мишече, что они Махапрабу. Махапрабу говорит, совершать Бхактика Хришне. Но я не могу этого делать, пожалуйста. Поэтому лучше просто убить себя. Итак, здесь говорится, что у него должно быть однонаправленное Бхакти. Особенно. Вот это насчет полубогов. Но в поклонении Кришне тоже есть кое-что. Есть два Ракадиша, Кришна, Мадхуреша. Кришна есть в Раджандра-Нанше, Масундра-Шири Кришна. То есть это три вида Кришны. Вот саду, который совершает Бхаджа Нарадакунджи. Он говорит про одного Бхаджа, который совершал Бхаджи на Радакунджи. Он поклонялся Шиматира-Даране. А потом подумал, о, я же никогда не ехал в Двараку. Я поклоняюсь Радакунджи, но я никогда не был там. Я хочу отправиться в Двараку. И в один день он в Раджавасе, к ним пришли. Он сказал, о, я хочу пойти в Двараку. Он говорит другим бабам. Может, со мной пойдете. Он говорит, я вам все оплачу. Просто мне не хочется идти одному. Сейчас сказали, ну, давай пойдем. Они отправились в Двараку. Получили Даршан. Они увидели все знаки, там, Божество Нарайны. Когда они пришли в Двараку, они им, в общем, знаки поставили. И тогда они вернулись на Радакунду. И этот баба, он стал медитировать на Радаране. Но он не мог помнить, опомнить ее. Он не видел, не получил ее Даршан. Его ум стал очень беспокойным. Он стал спрашивать Радаране, почему я не могу увидеть тебя? И тогда голос сказал ему. В этой жизни ты больше не сможешь получить Даршан, чем Метердаране. Почему? Потому что ты оставил мои лотосные стопы. Ты оставил Радакунду. Ты отправился в Двараку. Хорошо, иди. Получил Даршан Господа. Ну, ладно, неплохо. Но зачем ты вот эти вот знаки поставил себе на теле? Вот эту вот чакру. Все вот эти знаки Нарайны. Зачем? Зачем поставил это все на свое тело? Теперь у тебя появилось в это настроение благоговение, поэтому ты не можешь получить мою милость. Что говорит Шиларагуна Дас Госвами? В Монакшикше. Шиларагуна Дас Госвами говорит. Если ты хочешь получить милость Матердаране, если ты хочешь, будешь жить во Врадже, даже не слушай об освобождении. Лакшми Падзи Ратима Ито. Даже если ты будешь слушать Хари Катхуа Лакшми на Ране, это будет, это отвлечет тебя, и ты не сможешь сфокусироваться на Вриндаване Радхи Кришна. И когда этот Саудов подумал, о, я не смогу получить милость Радхаране в этой жизни, тогда в чем важность этого тела? И он, находясь в разлуке с Матердаране, он, в общем, из его тела вышел огонь, и его тело как бы сожглось. И вот так вот, Маи, она не Бхаб. Она не Бхаб. То есть, должно быть очень сильной, однонаправленной Бхакти. И Шиларагуна Дасгасвами, он говорит, говорит, Бхава Чаваля, Бхава Руд, вот эти все вещи, то есть, эти все Бхавы, вы должны принимать это, как Шиларагуна Дасгасвами. Шиларагуна Дасгасвами, он говорит, если Кришна придет ко мне и позовет меня во Вринаван, я не пойду. Но если Радхаране позовет меня в Двараку, тогда следуя ее наставлению, я пойду в Двараку. Если Радхара не придет? Радхаране, что? Радхаране, ага. Для меня вот... Саранам Браджо. Господь говорит в Бхавадгите, ради меня, что делает мой предный? Он оставляет всю карму. Сарва карма, сваджана бандава. Они оставляют свою семью. Когда Кришна играет на влейте, на вамшавате, услышав влейту Кришны, одна гопия, она доила коровы, другая гопия, она укачивала ребенка, еще другая гопия, она готовила что-то на кухне, другая одевалась. Но когда Кришна стал играть на влейте, что сделали эти гопии? Человечный текараваритакур говорит. Все гопии, они были задействованы каким-то образом служения. Но они все оставили. Может ли мужина оставить мужа, мать, ребенка? Когда гопии пришли на Расалилу, что Кришна сказал? Сва-Бхагям Маха-Бхага. Почему вы Маха-Бхага? Вы очень удачливы. Сваджана Бандава ради меня. Вы оставили все. Вы оставили свою семью. Кришна, Кришна, Он говорит, напаригам, о, гопии, даже после, даже за всю жизнь Брамы я не смогу отплатить вам, потому что ради меня вы оставили абсолютно все. и вы совершали бажан, однонаправленный бажан, поэтому я никогда не споку отплатить вам. Так, Кришна, Он сам говорит так. И тогда Дурваса. Вы, наверное, слышали о Дурвасе. Амбариша Махараш. Он постился. И как Амбариша Махараш сделал паран, Дурваса разгонялся и сказал, о, ты меня оскорбил, ты Черенаврида выбил. И чтоб и демон пришел, и Критти, Критти его зовут. Пришла до чакра, и чакра убила его. И тогда Дурваса побежал на Шива Локу, на Вишна Локу, на Брама Локу, Шива Локу, Вишна Локу. Даже Господь сам не смог защитить его, точнее, не защитил его. Господь сказал, о, ты воспринимаешь себя как йоги, ты думаешь о себе, что ты йоги. Но ты видел Амбариша Махараджу? Ты бегаешь сюда и туда, ты идешь на Брама Локу, Шива Локу, ко мне. Но, когда этот демон Критти пришел, ты видел моего преддного Амбариша Махараджу? Он просто стоял в одном месте, и он даже ничего не сказал. Почему? Потому что у него есть полная, абсолютная вера в меня. Господь сам говорит, я не могу оставить преданных. Господь говорит Дурвасе, я никогда не оставлю преданного, потому что преданных ради меня. Они оставили все. Они оставили всю свою привязанность к сыновьям, детям, ко всем. Скажи мне, как я могу оставить своих преданных? Я никогда не могу оставить своих преданных. Дядь Господь говорит, тот, кто совершает однонаправленное бакте, я единственное их прибежище. И они все время задействованы в баджане, мне в харикадхе, и поэтому я никогда не могу оставить своих преданных. Я не могу отправить их, никогда не могу их оставить. Господь сам говорит в этих качествах. Джаи. Хорошо, нормально получилось? Такая пустая энергия. Понравилось? Мой каблук понравился. Я слышу, что ты пропускаешь. Некоторые вещи. Я просто знаю.